крис эванс популярный голливудский актер воплотивший образ супергероя капитана америки в известном блокбастере о вселенной марвел в результате чего он стал кумиром миллионов как сейчас живет актер и каким был его путь к славе вы узнаете прямо сейчас это видео мы сделали по просьбам наших подписчиков микс шоу представляет капитан америка как живет крис эванс и сколько он зарабатывает кристофер роберт эванс родился 13 июня 1981 года в бостоне штат массачусетс его родители были типичными представителями американского среднего класса боб эванс отец криса работал стоматологом в местной клинике а мать лиза капуана занималась танцами и было художественным руководителем в молодежном театре concord всего в семье росло четверо детей когда крису исполнилось 11 лет семья эвансов переехала в город саббери где парень провел ранние годы уже в детстве он отличался артистичностью неусидчивость и подвижность мальчика мама решила направить в мирное русло и начала обучать сына танцам включая чечетку в общеобразовательной школе линкольна за мальчиком быстро закрепилась имплуа плохого парня он был душой компании благодаря чему стал довольно популярным в школе будущая звезда голливуда предпочитал гуманитарные науки требующие общения с людьми а вот точные науки давались ему с трудом эванс собирал книги о выживании в дикой природе и обожал походы одно время даже мечтал жить в лесу актерским мастерством мальчик увлекся еще в школе благодаря влиянию старшей сестры карли которая играла в местном театре сыграв пару эпизодических ролей в постановках регионального театра массачусетса эванс твердо решил посвятить свою жизнь кино в 1999 году будущий актер переехал в нью-йорк и поселился в небольшой квартирке в бруклине он поступил в институт кино и театра ли страсберга в 2000 году после многочисленных кастингов эванс получил свою первую кино роль ему предложили сыграть джадда в семейной драме новоприбывшие успешно справившись со своей первой работой на экране он тут же снялся в трех телесериалах противоположный пол беглец погони продолжается и бостонская школа в это время крис начинает встречаться с актрисой и фотомоделью кейт босворд отношения были яркими но непродолжительными сама кейт вскоре отдала предпочтение орланду блуму первый успех и популярность пришли крису благодаря участию в молодежной комедии не детское кино где он сыграл одну из главных ролей фильм вышел в прокат в декабре 2001 года и был низко оценен кинокритиками что не помешало картине найти свою аудиторию лента открыла двери талантливому актеру в другие перспективные и высокооплачиваемые проекты в этом же году актера начался роман с джессикой билл это были продолжительные отношения пара встречалась пять лет через несколько лет после расставания джессика призналась что крис был настоящим романтиком однажды он усыпал всю ее квартиру лепестками роз за время их отношений они вместе сыграли влюбленных в нескольких фильмах в детективном триллере сотовый и в мелодраме лондон где крис сыграл наркомана ради этой роли он даже перестал есть и заниматься спортом чтобы сделать образ более правдоподобным в фильме сотовый эванс самостоятельно исполнил все свои трюки с машиной без привлечения профессиональных каскадеров для этого он в течение пяти недель проходил подготовку в лос-анджелесской школе каскадеров в 2004 году свет увидел фильм высший балл повествующий о шести подростках сдающих экзамены в этом проекте крис впервые сыграл с популярной актрисой скарлетт йоханссон всемирный успех и популярность крису принесли проекты связанные с киноадаптациями комиксов первым подобным фильмом для актера стала картина фантастическая четверка которая являлась одноименной адаптацией комикса компании marvel эванс прошел кастинги и получил роль человека факела премьера картины состоялась в июле 2005 года в 2007 году на экран и вышло продолжение фильма фантастическая четверка вторжение серебряного серфера в этом же году он снялся в научно-фантастическом фильме о космосе пекла и комедии дневники няни где актер вновь встретился с коллегой по актерскому цеху скарлетт йоханссон также в этом году эванс озвучил два мультипликационных фильма черепашки ниндзя где его голосом говорил персонаж кейси джонс и битва за планету терра в 2007 году крис начинает встречаться с актрисой минкой келли но из-за небольшой ссоры их отношения продлились недолго спустя пять лет пара возобновила отношения которые окончательно завершились через год причиной разрыва стала огромная загруженность на работе и большое расстояние пара заявила что не видит никакого смысла в продолжении своих отношений в 2008 году актер сыграл в фильме короли улиц с поистине знаковым актерским составом на одной съемочной площадке встретились легенда голливуда киану ривз обладатель награды оскар форрест уитакер и звезда сериала доктор хаус хью лори после этого фильма последовало еще несколько кинокартин а в 2010 году крису предложили роль в фильме по мотивам комиксов о супергерои капитане америке актер трижды отклонил предложение кинокомпании прежде чем согласился подписать контракт первоначально его пугала длительность договора согласно ему эванс должен был появиться в девяти фильмах впоследствии количество сократилось к тому же артиста удивила жадность менеджеров компании в голливуде известно что марвел неохотно делится с исполнителями главных ролей прибылью так за первого мстителя эванс удостоился гонораров 300 тысяч долларов подготовка к съемкам была усиленной крис набирал мышечную массу ежедневно прорабатывая мышцы и занимаясь спортивными играми под контролем тренера который кстати тренировал и дэниела крэйга для роли агента 007 в фильме казино рояль по словам криса костюмы капитана америки весили изрядно много поэтому за день съемок вместе с потом из него уходило по 3-4 килограмма веса эта картина принесла эвансу всемирную известность и популярность в 2012 году актер сыграл в мстителях за которых получил 2 миллиона долларов а 2014 подарил зрителям продолжение приключений капитана америки под названием первый мститель другая война гонорар этого фильма составил 3 миллиона 200 тысяч долларов после ряда непродолжительных романов многие из которых не получили официального подтверждения эванс 2014 года начинает на публике появляется в обществе сандры буллок крис никогда не скрывал что звезда фильма скорость была его юношеским увлечением разница в возрасте между артистами составляла 17 лет поэтому когда пара на начала появляться вместе их поклонники восприняли это с воодушевлением но их друзья утверждали что их общение сложно было назвать настоящими отношениями скорее не находились на начальном конфетно-букетном этапе который так ни к чему и не привел спустя несколько месяцев эванс и буллок расстались друзьями через год папарацци застали актера за романтическим ужином с лили коллинз но у них ничего так и не получилось спустя пару месяцев пара рассталась в 2015 на экраны вышел пятый фильм с участием эванса мстители эра альтрона гонорар актера вырос до 7 миллионов долларов а в 2016 после продолжения цикла в картине первый мститель противостояния гонорар уже составил 15 миллионов долларов герои легендарных мстителей решили увековечить свое участие в фильме и сделали себе татуировку в виде логотипа знаменитой команды героев из популярных комиксов это была идея скарлетт йоханссон она и крис эванс сделали себе одинаковые татуировки в нью-йорке потом набивавший им тату мастер джордж лорд прилетел в лос-анджелес где сделал точно такой же рисунок роберту дауне младшему крису хемсворту и джереми реннер кстати после череды совместных фильмов криса со скарлетт многие сми сообщали об их возможном романе однако скарлетт является просто его близкой подругой съемки в популярной кинофраншизе сделали крис одним из самых высокооплачиваемых актеров голливуда и востребованным артистом современности тем не менее из-за участия в серии фильмов у кинозвезды практически не остается времени на съемки в других проектах однако от контракта с гуччи гилти актер не смог отказаться в ролике торговой марки снятом в стиле кинофильма город грехов он появился в компании коллеги эван рэйчел вуд 2016 год преподнес эвансу малоприятное но весьма забавное разбирательство в твиттере пользователи хотели раскритиковать его однофамильца репортера и ведущего автомобильного шоу топ-гир в течение нескольких дней зрители слали разгневанные сообщения на аккаунт криса эванса совершенно игнорируя маленькую букву эй в начале за это время эванс прочитал множество нелестных слов адресованных ему по нелепой ошибке в это время американская пресса вновь заговорила о личной жизни актера поводом стали многочисленные встречи криса с актрисой дженни слэйт попавший в объектив фотографов с не актер познакомился на съемках фильма одаренная далее на протяжении года их видели вместе а поклонники в интернете уже обсуждали их будущую свадьбу однако ей не суждено было состояться спустя полгода после знакомства дженни с родителями криса пара рассталась в одном из интервью слэйт призналась что несмотря на то что эванс разбил ей сердце она все равно считает его самым простым и добрым человеком кстати во время съемок фильма крис попал в приют для животных и вышел оттуда с новым любимцем которого назвал джоджер в 2017 году сбылась детская мечта криса снятся в блокбастере о человеке-пауке он играл все того же капитана америку но в совершенно новых условиях так как сюжеты двух лент переплелись в одной киновселенной 2018 год принес фанатам вселенной марвел долгожданное продолжение эпопеи о стиве роджерсе в картине мстители война бесконечности за этот фильм крису выплатили 15 миллионов долларов после окончания съемок фильма роберт дауни-младший подарил своему закадычному другу капитану америки шевроле камара первого поколения 1967 года выпуска уникален спорткар тем что стилизован под символику супергероя если сейчас у вас в памяти всплывает костюм напоминающий американский флаг а следом за ним представляется аналогичной расцветки машина не ужасайтесь раньше времени это было бы банально и безвкусно роберт подошел к вопросу оформления автомобиля гораздо изысканнее кузов цвета милитари приятная отделка салона в темно-коричневых и бежевых тонах которая должна напоминать куртку капитана америки из оригинального фильма прямых же отсылок супергерою немного только отпечаток знаменитого щита по центру руля и на заднем бампере такой автомобиль оценивается в двести семьдесят пять тысяч долларов летом 2019 года установил мировой рекорд по кассовым сборам более 2 миллиардов еще один фильм о вселенной марвел с участием криса эванса за уже привычную роль капитана америки в картине мстители финал эванс получил также 15 миллионов долларов в 2020 году актер был номинирован на оскар золотой глобус и премию британской киноакадемии за роль ран сама дрисдейла в детективной комедии достать ножи также в 2020 году выходит новый детективный триллер защищать джейкоба по одноименному роману уильяма лэндия в котором крису досталась роль энди барбера крис эванс регулярно принимает участие в различных благотворительных мероприятиях в частности занимается сбором средств для помощи больным детям также он принимал участие в акции от бренда пума для помощи малообеспеченному населению со всего мира вместе со снуб догом и заком эфроном он помогал собирать деньги для благотворительности поучаствовав в голливудском игровом чемпионате имея капитал в 70 миллионов долларов эванс может себе позволить роскошные покупки но тратиться он не очень любит что касается автомобилей то страсти к коллекционным моделям у него нет он предпочитает большие и надежные машины в его коллекции есть lexus есть 350 джип гранд широке с рт8 и бмв x5 также крис не тратится на покупку недвижимости у него нет большого количества домов как у других знаменитостей крис эванс живет в лос-анджелесе несмотря на то что все его родные находятся в бостоне там у него есть небольшая квартира по словам самого актера он отрицательно относится к большим и пафосным домам несколько лет назад крис приобрел себе дом который находится в элитном районе голливуд хилл шикарный особняк был построен в 1940 году и занимает площадь 427 квадратных метров дом обошел с актеров три с половиной миллиона долларов и еще 20 тысяч он вложил в ремонт в доме есть три спальни 4 ванные комнаты большая гостиная столовая кухня и огромная терраса интерьер дом оформлен в современном стиле в отделке использованы нейтральные цвета на фоне которых выразительно смотрятся деревянные балки по словам актера обладая большой независимостью и свободолюби он предпочитает отдыхать в одиночку в своем особняке или где-нибудь на природе ну или приехать домой в бостон где его ждут любимые тапочки и вкусная еда он до сих пор чувствует себя домашним мальчиком но одновременно боится чрезмерного внимания эвансу нравится быть рядом с женщиной увлеченной собственным делом в своем твиттере актер шутил что самые стабильные отношения у него сложились только с его собакой как вы считаете смог бы крис эванс добиться таких успехов если бы не сыграл капитана америку если вам понравилось видео ставьте лайк а также подписывайтесь на канал чтобы не пропустить много интересного